Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Владимир и сегодня мы с вами поговорим о том, с какими проблемами может столкнуться любой автовладелец Renault Captur, покупая официального дилера подкрылки, пластиковые подкрылки. Сегодня мы вам покажем, расскажем и скажем так, постараемся устранить проблему, которая у нас появилась с этими элементами кузова. Поехали! Итак, в чем же проблема и что может ждать вас, если вы купите вот такого вот типа подкрылки у официального дилера? Сразу хочу отметить, что машина Renault Captur 2017 года выпуска дополнительно покупались и устанавливались подкрылки у дилера. Вот такие вот пластиковые, так сказать, на первый вид, когда они устанавливались, сказали, что довольно надежные, практичные, ну и долговечные будут. В итоге, вот вы можете видеть, чем, скажем так, может обернуться для любого автовладельца такого автомобиля покупка такого, извините за выражение, говна. Значит, дело в том, что подкрылки на заводе изготовители вырезаны неправильно. Подкрылки изготавливаются в Москве. Устанавливается также на заводе в Москве ЗЛК, бывший завод, где сейчас Renault, Nissan, концерн, собирает, в принципе, новые Captur, если не ошибаюсь, и Arcano. Вот вы можете видеть, в чем проблема. Подкрылка выгибается, пластик подкрылки примерно миллиметр-два, и из-за этого происходит ситуация, что она просто попадает на пружину, на пружину. И никаких крепежей, ничего здесь нету. Крепеж ближайший идет только здесь, это фиксатор, фиксатор с резьбой, пластиковый. Здесь, поскольку попадает прямо на пружину, она стесывается, вы можете видеть, что с ней происходит. То есть, идет ее стесывание, идут уже мелкие трещины, сколы, и при всем при этом, если будет сильный какой-то ухаб, яма, этот подкрылок просто может нафиг сорвать. Обнаружил я это буквально недавно, вчера, можно сказать, ну, утром, перед тем, как ехать к дилеру, менять стойки стабилизатора по гарантии. Вот вы можете видеть новые стойки стабилизатора, стоят уже в автомобиле. Вот такая вот проблема. То есть, ну, это даже не то, что проблема, дилер, конечно, за это возьмет 30 долларов США в эквиваленте, в принципе, на гарантию это никак не влияет, поэтому можно устранить это самому. Сегодня мы постараемся устранить, ну, что, как устранить? Конечно же, просто обрезав лишний кусок, лишний кусок, который должен был обрезать, в принципе, сам изготовитель на заводе, но почему-то он этого не делает. Итак, приступим. Итак, для работы, я думаю, нам понадобится вот такой вот, в принципе, нож, наверное, канцелярский, я думаю, есть он у каждого, по нарезке картона, бумаги, вот такой вот нож, он довольно острый, сам по себе пластик подкрылки тоже довольно тонкий, поэтому, я думаю, проблем сейчас возить не должно. Нам надо вырезать буквально, наверное, сантиметров, может быть, 10-12 по площади, для того, чтобы подкрылок не мешал, не пересекался с пружиной амортизатором, как вы видели ранее, у себя на экране. Поэтому сейчас мы постараемся этот кусок обрезать, в принципе, это все, любой сделать может у себя дома, в гараже, возле дома, то есть, я думаю, проблем с этим возникнуть никаких, ни у кого не должно. Я думаю, нет смысла платить дилеру 30 долларов, ну, по крайней мере, так у нас в Беларуси такую цену озвучил мне вчера дилер, за то, чтобы подкрылок сняли, обрезали лишний и обратно его установили. Я думаю, это просто обдираловка натуральная, поэтому такие вещи должен делать, уметь должен каждый автолоделец, не только Рено Каптер, но и других моделей. Поехали! Итак, наша задача состоит в том, чтобы обрезать вот этот вот кусок, вот он примерно, здесь он примыкает, немножко здесь идет изгиб. Задача наша надрезать здесь и потом отрезать здесь, чтобы было не видно нижний обрез, и я думаю, этого будет достаточно. Давайте сейчас с вами попробуем, это я вам еще раз покажу, как подкрылок, где подкрылок цепляет, как цепляет и что лишнее. Вот, примерно лишнее, вот это вот лишнее должно было быть на заводе-изготовителе обрезано, но почему-то сделано это не было. Сейчас мы это попробуем устранить и обрезать, чтобы наш подкрылок дальше просто не вылетел из своих крепежей. Итак, лишнее мы срезали, три куска лишних у нас тут получилось в итоге. Вот таким образом сейчас выглядит подкрылок. Вот, и наши лишние куски, самые, наверное, крупные. Вот столько вот, в принципе, на заводе-изготовителе должно было быть отрезано производителем, но, к сожалению, этого сделано не было. Сейчас, я надеюсь, подкрылок больше тереть не будет, так что, если у кого-то возникает такая проблема, устраняется он довольно легко, достаточно обычного ножа, желательно поострее, и отрезаем лишний кусок подкрылки. Вот вы можете видеть толщина такая, буквально, наверное, полтора где-то миллиметра толщина этого пластика, нашей пластиковой подкрылки. И вот уже видите, как колесо натерло, точнее не колесо, а пружина, пружина натерло за время эксплуатации автомобиля. Два года практически эксплуатируется автомобиль, и вот за два года вот так уже у нас, скажем так, подкрылок превратился в непонятно что. Очень низкое качество самих подкрылок. У дилера не советую покупать, лучше покупать на стороне. Вот тут волочные стандартные заводские тоже подкрылки, здесь довольно неплохого некачества, но, конечно, да, пластик немножко гасит шумы, улучшает шумоизоляцию, поэтому, конечно, есть смысл их устанавливать, но лучше не у дилера, лучше посмотрите где-то на стороне, чтобы пластик был потолще и более качественный. Потому что в любом случае то, что вот устанавливает дилер, я вам покажу уже по всему периметру, это довольно низкого-низкого уровня. Вот, ну, то же самое касается и бразбивиков, кстати, что передних, то что задних, качество нижайшее, любой небольшой бордюр, они просто загнутся и вырвутся, крепежи очень слабые, саморезы тоже маленькие, держат плохо, вся подкрылка, в принципе, играет, как гармошка, то есть все здесь ходит, вот, можете посмотреть, никаких фиксаторов, ничего здесь нету, буду здесь делать уже дополнительно потом саморез, укреплять, пройду вот сейчас второе ТО у дилера и после ТО, последнее, это будет мое последнее ТО, больше к дилеру обращаться не хочу, очень низкого уровня предоставляет он услуги клиентам, отношения к клиентам никакое, поэтому в любом случае буду уходить и буду уже, конечно, сам укреплять, буду что-то, наверное, более совершенствовать и работать с этими подкрылками. Тоже непонятный момент, нашел вот такое вот отверстие, ничем не закреплено, это специальный пластик, довольно толстый пластик, он закрывает уже, у нас там идет вариатор, коробочка вариатора идет за этим пластиковым кожухом, никакого крепежа ничего здесь нету, тоже удивительно, ведь грязь попадает и с дороги, и пыль, но никакого крепежа, даже намека нету, там ни на какую резьбу, ни на что, то есть, видимо, как-то, наверное, завод сделал отверстие, но не предусмотрел внутри специальную, наверное, конструкцию для того, чтобы это все фиксировалось. Вот вы можете это видеть, это пластиковый кожух, за ним уже идет там вариатор, у нас уже моторный отсек начинается. Вот, в принципе, таким вот образом еще раз вам покажу, выглядит сейчас наш подкрылок левый, передний, задний, передним, вправым, самое интересное, проблем как бы пока нету, поэтому я его пока не трогаю, вот, и занялся только левым. Ну, поездим, посмотрим, как у нас улучшилось или не улучшилось, я уже в следующих видео буду вам рассказывать, а на этом у нас, наверное, все. Ну, из заключения нашего небольшого видео, хотелось бы, конечно, отметить, что практически любая дополнительная опция куплена у дилера, на примере подкрылок, там, ковриков, ковриков, да, автомобильных в салон, все, ну, я не знаю, просто нижайшего качества, но при этом стоит бешеных денег. Я вот откровенно говорю, не могу понять, второй год эксплуатирую автомобиль Рено, да, параллельно с этим есть Киа Спорт, вот, вы можете видеть, рядом они сейчас у меня стоят, во дворе, вот, по сравнению с Киа Спорт, да, машина стоит, ну, немножко дороже, да, там где-то на процентов 20, она стоит дороже, новая стоила, да, чем Каптур, но почему там даже намеков на какое-то низкое качество при обслуживании, на качество материалов в отделке, даже намеков нет на это, в Рено, ну, что, вот, не просто не коснись вот за два года, да, я не то, что разочарован, там, как автовладелец, там, или, как-то там, не знаю, хочу ее продавать, нет, нет, я не хочу продавать, двигатель нормальный, подвеска более-менее тоже нормальная, ну, кузов неплохой, в общем, за свои деньги, которые она стоила, машина довольно неплохая, но, в целом, столько косяков, столько вот недоработок по мелочи, это просто какой-то ужас, ладно, ну, было бы качество низкое, там, да, но еще и обслуживание у дилера нижайшее, по крайней мере, у нас в Беларуси, где я обслуживаю автомобиль, я постоянно оставляю негативные отзывы, я несколько раз брал книгу замечания, предложения, оставлял там замечания, потому что дилер просто, не здрасте, ничего, никогда, отношения ждите, записываешься на одно время, ждешь всегда минут на 15-20, дольше, никто не подходит пока сам, не подойдешь, то есть, отношения как к скотине какой-то, это лично, конечно, мое мнение, у каждого оно может быть свое, но, по крайней мере, где я обслуживаюсь в городе Минске, это дилер Рено Лозанж, ну, честно говоря, это очень нижайшего уровня специалиста, я думаю, что какие специалисты, такое, к сожалению, быстрее всего руководство у этого дилера, поэтому, в любом случае, я крайне не советую покупать дополнительные опции у дилеров, в России вы живете, в Беларуси, Украине, Казахстане, неважно, я вам скажу одно, лучше купите на стороне, это будет, во-первых, дешевле, во-вторых, это будет выше качества, потому что ниже качества, чем у дилера, просто быть уже, наверное, не может, ну, именно про Рено, я говорю именно про Рено, поэтому, смотрите, если у вас возникла такая проблема с подкрылками, решается все очень просто, к дилеру нет смысла ехать, обрезаете лишний кусок и спокойно ездите дальше, ну, делается для того, просто, чтобы не было звуков посторонних при езде, чтобы подкрылка со временем просто не слетела со своих крепежей, потому что, честно говоря, подкрылка уже начинала выгибаться, она влезла в пружину, и я просто вижу, что она уже начала выгибаться, и что крепеж уже, ближайший крепеж шел уже под напряг, то есть, быстрее всего, он мог бы просто сорвать с резьбы, поэтому, в любом случае, лучше это устранить. С вами был Владимир, берегите себя, и сила вам доброго на дорогу! Субтитры сделал DimaTorzok